А теперь о том, без чего точно не обойтись о нашем русском языке, а точнее о тех изменениях, которые в нем происходят. В российском орфографическом словаре только за последнее время появилось более 100 новых слов и словосочетаний. Так, например, в 2022 году словарь пополнился сразу несколькими специфичными для пандемийного времени терминами. Теперь в научном издании можно справиться о написании, скажем, слов «антипрививочник» или «пандемийный». А также слов из молодежного сленга «хайпить», «ретвитнуть», «погуглить» и другие. Но стоит ли так активно заимствовать иноязычные слова? Мнение об этом мы спросили у самих тверичан. Ну, неплохо, думаю, что да. Думаю, что хорошо. А вы знаете вот эти новые слова, как «гуглить», «блогер» и прочее? Да, знаю. Нет. А почему? Ну, это не наше слово. Никакого отношения не имеют, а молодежь, наверное, быстрее всего больше этим занимается. Ну, я думаю, что это, наверное, двоякое мнение, наверное, у людей. У кого-то это хорошо, у кого-то это, как для нас, таких в возрасте людей, мне кажется, все-таки это не очень хорошо. А вы знаете такое слово, как «хайпить»? Нет. А блогер? Нет. Бывают слова, конечно, заимствованные, которые отражают новые какие-то понятия, и для них иногда целесообразно использовать заимствованные слова. Но если есть аналоги, то нужно использовать, ну, если есть русские слова, то нужно использовать русские и стараться. Я, например, придерживаюсь русских слов, и мне нравится наш русский язык. И когда говорят такие слова, которые типа «хайп», да и… ну, не люблю я такие слова. Это неплохо, как минимум, потому что есть цифровая экономика, цифровая трансформация, цифровой бизнес. Поэтому, скажем так, движение есть вперед, соответственно, будет меняться, в том числе и, предполагаю, что и русский язык. Конечно, как говорят лингвисты, язык – это явление динамичное, постоянно изменяющееся, пополняющееся неологизмами и постепенно избавляющееся от архаичной лексики. Но, с другой стороны, не стоит безоглядно и, главное, необоснованно увлекаться новыми модными словечками. Ведь зачастую у них есть не менее точные, звучные, а, главное, понятные – русские аналоги. Кроме того, массовое замещение, например, англицизмами и склонной лексики создаёт угрозу сохранения и развития русского языка. Поэтому лучше придерживаться золотой середины, использовать при необходимости новые слова, не забывая при этом старые.